Много событий происходит, но надо делать выводы. Перечислять недостатки в нашей стране или на Украине, это легко, это всем известно. А вот дать оценку настоящему и правильный прогноз на будущее, это посложнее. На всех совещаниях, где я присутствую, все время любят перечислять все отрицательные цифры. В нашей промышленности, сельское хозяйство, все знаем это. Но вот по Украине здесь, что они хотели сделать, Запад? Сделать из Украины Польшу-2. То есть Польша, это их верный форпост, благодаря мощному антирусскому настроению. Прибалтика, то есть Прибалтики ненавидят русских и Россию. И Польша, поскольку мы в результате международных отношений вступали туда с нашими армиями, или делили их, заключая мир со шведами. Это была прибалтика часть Швеции. Шестра сделала в Польше с Европой. Но тем не менее, вот этот горький осадок у них остался. И теперь, чтобы до Черного моря дойти с антирусским поясом, надо такое же сделать Украину. А это можно сделать только через насилие, через кровь. То есть сделать самый изумительный, в кавычках, вариант стравить русских с русскими. Чтобы русские на Украине, одетые в официальные шинели киевской хунты, убивали бы русских в мирных городах юго-востока Украины. То, чего практически еще никогда не делали. Так не удавалось немцев стравить, итальянцев, французов. Всегда был, жупил внешняя агрессия. А вот американцы сумели за 20 лет. И здесь наша вина. Наши послы. Один из послов хорошо на гармошке играл. Может там с саблей казацкой залпом выпить какую-то рюмку. Другой тоже неизвестно, чем занимался. То есть послы, чем занимались все эти годы, 23 года. И другие чиновники, которые отвечали за Украину. Они виноваты. Они все прохлопали. И специальные подразделения могли видеть, где обучают украинских будущих боевиков. Потому что вырастили уже антирусское поколение молодежи, 17-20 лет. И теперь нужно кровью обогреть отношения. С тем, чтобы Украина, как Польша, всегда, не на 5 лет, там на 10, ненавидела Россию и русских. И была бы вот таким бастионом западным. Прибалтика, Польша и Украина. Чтобы как бы санитарный кордон. То, о чем они всегда мечтали. И экономические причины. Использовать Украину, ее сланцевый газ, если получится разработка. Или ее рынок, все-таки 45 миллионов. Или ее пахотные земли для экономических отношений с Европой. От России окончательно отрезать. И Западную Европу переориентировать с поставок российского газа на любой газ. Американский, любой сжиженный, любой сланцевый. Только чтобы не было связки. Западная Европа и Украина. Что ускорило эти события все? Я уже говорил здесь. Мы задержали этого юношу Сноуден. Предатель спецслужб. Мы его пригрели. А сами своих предателей ищем, там и наказываем в Америке. Разозлили руководство США. В Сирии, может быть, мы правильно остановили разгром Сирии. Но это тоже их разозлило. Вот они отыгрались на Украине. Надо вперед смотреть. Нам что выгодно? Башар Асад в Дамаске? Этот мальчишка Сноуден? Или на Украине иметь большее влияние, чем мы имеем сейчас? Вот об этом нужно думать. И ставить, так сказать, игру в политическое казино. Ставки делать более близкие нам. Надо было спасать, защищать русских, а не арабов в Сирии или этого перебежчика из спецслужб. И, конечно, надо защищать сегодня весь Юго-Восток. Мы должны помогать всячески. И им требуется транспорт, медикаменты, продовольствие. Немножко мы расщевелились уже. А надо было быстрее. Казачество наше такое, знаете, боевое. Когда надо, они с шашками хорошо звенят. При Днестровье помогли. А сейчас что сидят в Новочеркасске? То есть помогать всей Новороссии и защитить их, и добиться... Спасибо, Владимир Владимирович. Продолжение следует...